Всем привет! С вами Хикки. Все мы любим аниме с сильным главным героем, годной рисовкой и интереснейшим сюжетом. Надеюсь, вы тоже. Ведь сегодня наша тема топ-5 новых аниме с сильным главным героем. Приятного просмотра! Пятое место. Восхождение героя Щита. Аниме классное, но пятое место лишь потому, что оно не прям чтобы новое. Но если вы его еще не посмотрели, бегом смотреть. Вас ждут захватывающие приключения на Афуме Иватами, героя, получившего самый отстойный класс — танк. В аниме есть интересные сюжетные повороты и захватывающие битвы. То, что нужно, чтобы получить бурю эмоций. Четвертое место. Внук-мудреца. Очень интересное аниме, которое повествует нам о человеке, который умер и переродился в другом мире сильным магом. Он вырос в лесу и не знал, насколько сильны остальные люди. Но, приехав в город, он понял, что является одним из сильнейших магов мира. Третье место. Ари Фурета. Сильнейший ремесленник в мире. Аниме повествует нам о человеке, что попал в другой мир и получил ужасный класс — синергист. Это не боевой класс, и он был очень слаб в битве. Скорее выступал как поддержка и не более. В один момент один из его напарников его предал, и он оказался среди толп монстров, потерял руку и чуть не погиб. Однако, когда он съел плоть одного из монстров, он обнаружил у себя способность перенимать скиллы съеденных монстров. Что было дальше, вы узнаете в данном аниме. И второе место. Аватар короля. Несмотря на то, что аниме вышло аж в 2017 году, и многие из вас его уже наверняка посмотрели, я просто не могла не включить его в данный топ. Наикрасивейшая рисовка, динамичные бои — и все это в одном аниме. Сюжет аниме простой. Лучшего про-игрока в мире выгнали из команды по совершенно непонятным любому зрителю причинам. Но он решил начать все с нуля и подняться на вершину. Что из этого выйдет, вы узнаете, когда посмотрите это аниме. И первое место. Магическая битва. Аниме еще не вышло до конца, но уже сейчас можно сказать, что оно достойно вашего внимания. В ней очень сильный главный герой, который пытается отсрочить свою казнь и живет с проклятием. Не может полностью контролировать свое тело, и его пытаются убить даже старейшины школы магов, в котором он учился. В общем, крайне рекомендую к просмотру. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok